Джонсона почему-то вспомнил в разговоре с Вованом и Лексусом про пранки. Говорит, что ребята еще 18-25-летних не задействовали, поэтому все к этому идет, Алексей Николаевич. Ну я могу, если Россия проведет мобилизацию, мы будем снижать возраст до 20. Однозначно, потому что иначе не потянем. Тут другое, понимаете, это я представляю, как слышать родителям, бабушкам, дедушкам, это то, что я сейчас скажу, но я сошлюсь на международный опыт. Нигде в мире не было такого, чтобы старики за всю историю войны, пять с половиной тысяч лет письменной истории человечества, нигде старики не воевали, а молодежь не отсиживалась. Это чисто украинское изобретение, и оно нам тоже очень дорого обходится, потому что при всем уважении к среднему возрасту украинского пикантинца 46-49 лет, при всем уважении украинский мужчина с 46 лет, это не западный мужчина с 46 лет, который с детства сидит за здоровьем, ходит в спортзал, здорово питается и так далее. Это дядьки, которым физически тяжело даже в 33 градуса выполнять задачи. У них есть другие преимущества, они обстоятельные, они более смелые, спокойные, разумные, они прикидывают как что, они способны быть организовать военноустойчивые, но бегать, штурмовать, простите, или отбивать штурмы, тяжело физически просто это делать. Здесь нужна молодежь. Молодежь нужна, а у нас ее не берут. Поэтому, да, это провал, на который постоянно указывают союзники. Это не ошибка, это политика уже. Оценить ее хорошая или плохая мы сможем только после войны, или даже, я бы сказал так, на отдаленных демографических последствиях войны. Но это военный нонсенс, которого не было за всю историю человечества. Но могу вам сказать, как человеку, у которого полно племянников, например, любимых в возрасте 20-23, что как бы мы находимся, вот моя семья, где их много, там непосредственно находится под угрозой снижения этого возраста, но его снизят, если россияне проведут еще одну мобилизацию под зиму, или зимой однозначно будут снижать, никакого другого выхода нет, мы уже не потянем, нам нужно будет снижать. Но я бы сделал другое, я бы снизил верхнюю возрастную планку, уменьшил, не до 60, а до 50. А дальше только добровольцы, по одной простой причине. Несмотря на все переучивания женщин на водителей и дальнобойщиков, и на чугунное производство, мы же понимаем, насколько это сомнительный дериватив. Должны мужчины работать, в 50-60 лет он вполне может быть водителем, вполне может быть дальнейшим, занимать ниши в экономике, которые женщины не потянут. Будут, конечно, отдельные женщины, дальнобойщики, которые захотят, или на чугунном производстве 9 часов стоять, но вообще это не есть норма, и не есть женским выбором. Какие экономические стимулы не действуют, никакие сознательные женщины туда массы не пойдут, а они нужны. Оборонные предприятия, инфраструктура, транспорт и так далее – это все мужские профессии. Вот этот возраст надо занижать. Потому что, когда смотришь на фотографии этих бойцов, призванных в учебные центры, ощущение, что им 90 многим такового, к сожалению, состояния здоровья в Украине, и ожидать от них каких-то подвигов очень-очень сложно. Заметьте, что половина успехов, минимум, наверное, бригад, которые считаются у нас боеспособными самыми, это потому что там очень много молодежи добровольцев, именно молодежи, которым по кайфу там движ. А взрослым мужикам, может, и по кайфу движ, но они уже не тянут. Тогда есть обратная сторона медали. Я прям был поражен, как растиражировали. Ну, там понятно, что россияне помогли, да, то есть я имею в виду в том, чтобы растиражировать. Интервью девочки военной, которая говорит, что серые паспорта для ухылянтов, когда она думает, она девушка военной, о том, что об этой идее, да, это говорит, это моя идея, раздать тем, кто там отказывается или не слушает другие паспорта серого цвета, ей становится легче. Алексей Николаевич, вы как, ну, как военный человек, я вот вызываю к вашему как бы военному. Вам легче станет от того, что те, кто не служил, получат такие паспорта? Смотрите, значит, давайте я сейчас выскажу жестко и не лицеприятно, но как есть. Современная армия украинская представляет собой колхоз. Туда набрали огромное количество людей, которые никогда не были военными и не знают, что это такое. Внимание, еще раз подчеркиваю. Быть военным, это имеет соответствующую картину мира и соответствующий набор ценностей. Есть люди, которые отвоевали уже по 10 лет. Я видел людей, которые 4 конфликта отвоевали, но военными так и не стали. Военными, в смысле, они не то, что они там не умеют попасть противника из коптера, либо взять штурмом посадку, это они умеют, они натаскались. Они не могут мыслить в рамках военного механизма и армии как части государственной машины. Вот чего у них нет. И никогда не будут мыслить. Особенно это касается очень многих добровольцев, особенно из радикальных движений. Потому что есть люди среди них, которые совершили личную эволюцию, либо с самого начала мыслили как государственники. Но радикализм, в принципе, не предполагает государственное мышление. Потому что государственное мышление всегда центрично. Почему? Оно заботится обо всех и должно учесть все противоречивые интересы. А радикалы это всегда... Наши противники всегда идиоты и им серые паспорта, а лучше вообще все отобрать. И это раз. Во-вторых, украинское общество и коллективное бессознательное гипернарцистично. Гипернарцистично. Гипер. Просто это гипер-гипер-гипер. Очень многие люди, которые были незаметны, на войне получили право голоса. Это в первую очередь касается добровольцев, военных, мобилизованных и так далее. Потому что у них огромный социальный капитал, огромное социальное доверие. И они заговорили. И когда у нас сержанты начинают давать советы космического масштаба про то, как реорганизовать рапкрин, а девочки-блогеры или военные корреспонденты начинают расставлять комбригов и снимать с направлений, указывать, куда воевать и как. И начинают высказывать мнения, подобные серым паспортам. Это не надо воспринимать как норму. Это прикры с бочень нашего украинского Саводелья. В силу вышеуказанных факторов. Смотрите, вообще-то, если бы американская военнослужащая сказала что-нибудь подобное, военная цензура разорвала бы ее в клочья, от нее бы камня на камне не осталось, она бы прошла через гражданскую казнь. Был такой у них герой, 4-звездный генерал, герой войны в Персидском заливе. 91-й год, это первая медийная война, настоящая большая. Генерал Норман Шварцкопп, который блестяще подготовил и применил коалиционные силы, добился своего и так далее. Его насилие полубогом считался. И однажды в одном из интервью он позволил себе, будучи уже где-то обласканным всеми этим героем, что-то сказать политическое, что с нашей точки зрения очень умеренное, мягкое и так далее. Он вылетел на следующий день и прошел через фактически гражданскую казнь. Есть очень простой порядок. Военнослужащий должен высказываться на том уровне, должность которой он занимает. Я не знаю, кто эта уважаемая дама, но, наверное, она может быть даже командир взвода или командир роты. Командир роты – это ротный опорный пункт шириной 1,5 километра, глубиной 600 метров до 800. Ну и в пределах этого ей примерно и надо бы высказываться по уставу и по логике событий. Комбриг должен на уровне комбригов говорить. Но это была бы какая-то другая страна, не Украина. У нас все начинают раздавать серые паспорта и рассказывают, как нам реорганизовать генштаб. Это очень хорошая история. Всячески это можно приветствовать. Активизм, который пришел в армию и так далее. Просто он должен знать какие-то границы. У него есть свои достоинства, он драйвит ситуацию, драйвит в чем-то за костенелую старую военную систему. Но когда начинают раздаваться вот такие вот эти самые, то у меня начинает чесаться нос и возникает иллюзия умственного перенапряжения. Когда я это все слышу, понимаете, да? Поэтому как бы Марк Твен говорил в этом случае – оставим, опустим завесу жалости над концом этой сцены. Теперь моя позиция, а теперь внимание – я старший офицер. Знаете, что такое старший офицер? Старший офицер – это офицеры делятся так. У него есть солдаты в подчинении. Потом появляется офицер, у которого офицеры в подчинении и солдаты. Потом появляется офицер, у которого в подчинении офицеры, которые командуют офицерами, которые командуют офицерами и те командуют солдатами. Вот это старший офицер, когда между тобой и солдатами три прослойки офицеров. Две. Начиная с майора и так далее. Это люди, которые должны, волей-невольной, среди них много дуболомов, но они уже немного иначе мыслили. Второе. Я был в офисе президента Украины в сфере стратегической коммуникации, в сфере национальной безопасности. Внимание, не экономики, не игры в салки, не спорт, а национальная безопасность. Я лично знаю все военное руководство страны, всех силовых ведомств. Я принял участие два с половиной года в бесконечных совещаниях с ответствующими. Я возглавлял военную подгруппу в Стамбульской переговорной группе. Понимаете, да? Я немного знаю интенсивнейшие контакты с военными разных частей мира. Я немного разбираюсь. Так вот, я могу, не говоря уже о том, что я из семьи потомственного военного, четыре поколения по маминой линии, по папиной, уходящих в глубь веков и так далее, и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, что военное существует для того, чтобы права гражданских и свободы были защищены, а в идеале расширялись. Просто военные отвечают, все другие силовики, за внутренние права, а мы отвечаем за что? За внешнюю защиту своих прав. И когда военный говорит о поражении прав своих сограждан, он прямо подрывает функцию назначения вооруженных сил или там сил обороны страны. Прямо подрывает. Потому что военные, когда начинается вот это, нельзя веселиться во время войны. Там гынуть, а вы тут, значит, сволочи, день рождения, гуляете и свадьбы. Нельзя фейерверк. На колени хорониться. Нельзя там на колени все и так далее, и так далее. Это ничего общего не имеет с армией силы обороны и защиты страны. Сразу вам говорю. Это перверсия гипернарцистизма, когда люди козыряют пережитым. Они почувствовали, они, конечно, как под колоссальную нагрузку, они делают великую работу, мы всех за ним молимся и так далее. Но это гипернарцистизм. Раздутый на теме социальной значимости, когда с одной стороны боевая работа, травма войны, плюс повышенное внимание общества и перекосы идеологические и медийные, которые возникли в этом смысле. Военные воюют для того, чтобы гражданский не видел войну, не чувствовал войну. А какая главная претензия у нас у таких говорящих военных? Вы должны почувствовать войну. Вы должны, как мы, вы должны. Эти люди не понимают функцию назначения вооруженных сил. Вооруженные силы существуют для того, чтобы гражданские вообще не думали про оборону и не думали про войну. Даже во время войны это их основная задача. Вы представляете, у Сталина бы, Америку я, например, уже привел, во времена Сталина кто-то бы ляпнул, что надо серые паспорта гражданам СССР, оставшимся в тылу. Как вы думаете, что бы с ним было? Даже не то, чтобы сделали, а как бы восприняли все это просто люди и так далее. Алексей Николаевич. Поэтому это глубокое извращение первоначального понимания. Никаких прав граждан сокращать нельзя. И уже в любом случае это не дело судить тех, кто сейчас воюет. Это дело, скажем так, конституционного суда, скорее. Может быть, парламентариев. Может быть, те, кто обладает законодательной инициативой. Кабмин, президент. Но не более того. Может быть, соответствующих профильных экспертов. Например, философы могли бы об этом поговорить, политические и так далее, и так далее. Ну, простим, этот акт политической философии, безымянной даме, которую вы процитировали, потому что в наше время все политические философы. Почему мы будем ей запрещать? Пусть говорит. Пусть говорит, но я все-таки хочу сделать акцент, что она говорит, она когда об этом думает, ей так легче. Я понимаю, всем легче. Вот этот момент, я считаю, принципиально важен. Причем, эта дама, которую мы обсуждаем, это видео широко тиражируется, ну, интервью, да, как обычно, то есть там военный. Здесь вскрывается очень важная тема, взгляд в будущее. Потому что, если так разобраться, то перспективы, ну, вот вы как говорите, да, и правильно, в принципе, говорите о том, что был никем, стал всем, ну, условно, да, вчера там от зарплаты до зарплаты перебивался, а сегодня он герой, и ты против него ничего не можешь сказать, потому что он так думает. Это имеет обратную сторону, что в стране не останется нормальной карьеры, гражданского успеха без военной составляющей. Нет, это будет ситуация, которая просуществует некоторое время, даже не боюсь сказать, после войны. Поверьте мне, чего еще не понимают все эти герои, которые подумали, что они судьбу ухватили за бороду, и теперь все им должны. Они не понимают, что через три часа после окончания войны военные никому не нужны. Через три часа, даже не трое суток, не три месяца, не три года, а через три часа. И они остаются один на один со своими болячками, проблемами. Конечно, им будут кивать и говорить, что вы молодцы, и дальше будут креститься и отворачиваться. А во время на гражданке снова установится гражданский закон. Через какое-то время они станут обузой. По мере накопления бытовых неурядиц, особенно если большое количество из них будут крикливыми и требовать к себе особого отношения, скажем так, их начнут откровенно не любить и отжимать. Они начнут кучковаться по ветеранским бизнесам, ветеранским ассоциациям. Эти ассоциации будут плодиться, они будут бесконечно ссориться между собой. И в конце концов, не дай бог, но может дойти до того, что одни герои Украины будут брать заказы на ликвидацию других героев Украины в рамках криминально-политической борьбы. Как вы думаете, общество на это будет реагировать? Медиа, Запад и так далее. Их будут чураться. Нет, конечно, их будут хвалить в фейсбуках и за глаза говорить «Дочка только не с военным, только не с ветераном», и так далее, и так далее, и так далее. И это неизбежно. И вот тогда им припомнят все их рассказы про серые паспорта. Потому что первую скрипку будут играть гражданские, в массе своей. Чего не понимают все эти добрые люди. Они не понимают, что политика всегда, всегда организовывается в интересах молчаливого, пассивного большинства, потому что оно решает. Во все времена, и сейчас, и во времена Перихова решало больше. Несмотря на все элиты, контр-элиты и так далее. И большинство, а что такое большинство пассивное? Это люди, которые переждали войну, честно работали на своем месте, или сидели в Европе, и так далее, и так далее. А вовсе не славные ветераны, которые где-то там бегали, и кого-то побеждали, при всем уважении к этому их занятию. Так вот, а маргиналы всегда остаются маргиналами. И то, что сейчас время маргиналов, и сама политика президента Зеленского, она такая нарванная, которая, и создается соответствующий фонд в государстве, который, ну, другим таким нарванным и дерзким позволяет, да, там, медийно царить. Ребята, самые умные из вас уже понимают, что все это очень быстро закончится. И, как говорит мой знакомый, полковник спецназа, очень непростой, дядя, мой однокурсник, он говорит, я говорю, какие у тебя варианты поставили, как ты считаешь? Он говорит, ну, охранник АТБ со знанием тарих языков и с натовскими сертификатами. Потому что он понимает, как это работает, он все это уже проходил, он кадровый, он 30 лет в армию. А эти все, которые забежали туда в лучшем случае в 2014 году, а многие в 2022, они еще думают, что они что-то значат. Ребята, оу, чем раньше вы приготовьтесь к этому разочарованию, тем лучше. И помните, как говорила одна одесская бабушка, каждое ваше слово лишнее. Вам очень сильно вспомнят все эти серые паспорта, когда наступит мир и так называемая послевоенная реконструкция. И где вы будете на рынке и в обществе, это очень большой вопрос. Осторожнее с такими предложениями. Это я по-доброму говорю, просто по-человечески. Потому что сам все это проходил со всеми этими УБД, войнами и так далее, и так далее, и прочими инициативами. И я видел на своем отце, на деде, на всех военных, всех временных континентов, я видел, что такое это самое. В Америке тоже прижимают руку и очень любят ветеранов. Но 22 самоубийства в день почему-то об этом говорили. 58 тысяч погибло во Вьетнаме, 156 тысяч закончили жизнь самоубийством после Вьетнамской войны. Подумайте об этом. Алексей Николаевич, давайте так, чтобы немножко движемся к финалу, там будет несколько вопросов от зрителей, и подведем итоги голосования. Ну, я такой, более-менее лайтовый вопрос, но в продолжение задам. Как вы думаете, кто возглавит Минпук Министерства повердения украинцев? Не знаю. Что это за инициатива? Ну, я скажу сейчас еще одну вещь, раз дошли до Минпука, который не сказал вначале, это все еще подготовка к выбору. Потому что в политике все рано или поздно заканчиваются выборы, и, как вы понимаете, первый вопрос после помирения, это будет вопрос о выборах, которые до этого были отложены в силу военного времени. А значит, надо заигрывать за кордонными украинцами, которых сначала отжимали от консульских услуг, опускали и превращали у людей второго сорта, а теперь надо залезать, заставить вернуть или хотя бы правильно проголосовать. А их, по разным данным, по самым скромным, от 6 миллионов до 12 за границами Украины. Каждый третий избиратель. Смотрите, чего не понимают очень многие люди, что в Украине могут все проголосовать против определенного кандидата, вообще все, не один человек. Но если за него проголосуют за кордонные украинцы, он побеждает даже в президентских выборах. Потому что, чтобы победить в президентских выборах, в Украине не надо набирать 75%, надо 17. 17-18, это все выборы, которые были до этого, это как бы это. Вот их как раз и составит за кордонные украинцы. Примеров таких полно. Молдова. Майя Санду проиграла выборы в Молдове, ее выбрали за заграничные украинцы. В Румынии то же самое было. И еще таких случаев полно, особенно это характерно для разделенных наций, ну, как многое часть которых живет за границей. Поэтому пришло, все это посчитали, посмотрели. Там настроение, как вы понимаете, после ликвидации консульских услуг и бесконечных заявлений от девочек военных до самых высших у нас политиков, что это украинцы второго сорта, как бы нас сообразили, что они могут голосовать так, что никому не понравится. Поэтому что? Надо Минпук, чтобы залезать, облизать, понравиться и так далее. Целую фигуру выделяют. Вот мне интересно посмотреть на эту фигуру и на как он будет зализывать и исправлять то, что было уже наговорено. Книга «Железный генерал» о залужном предвыборная? Не знаю, честно говоря. Зная Люду, я ее хорошо знаю лично, добровольскую, она могла написать просто от души. Серьезно. Она очень открытый и чистый человек. Вполне могла написать, потому что реально хочется. А могла и предвыборно написать, одно же другому не мешает, Просто многие переполошились, когда увидели там отдельные фрагменты противостояния Зеленского, Залужного, травлю Разумкова, которую не поддержал залужный в свое время. Если Залуженного уволили с должности главкома, несмотря на сверхпопулярность, наверное, это само по себе травматичная история, даже без всякой книги. Просто книга подчеркивает некоторые вещи. Но бывает. Смотрите, я вам напомню, что в стране больше года была ситуация, когда самые три популярных человека были Зеленский и Залужный и Арестович. Причем было время, когда был Зеленский и Арестович, а только потом Залужный. Еще был Ким. Да, ну Ким еще, Где он все-таки региональный. А тут вопрос, где сейчас Залужный и Арестович? В заграничном округе. В заграничном округе. А чего вдруг? Давайте подумаем. Как так получилось? Вот мне рассказывают, что я сбежал, а теперь вопрос, зачем сбегать из страны человеку, которого на руках насилие в буквальном смысле этого слова. Я сейчас в любой европейской столице не могу 200 метров за кофе пройти, у меня полтора часа в этой сессии. Причем не только украинцы, далеко не только украинцы, иностранцы, которые не говорят по-русски. А тогда я просто меня насильно, я ногами не ходил по-русски. Что мне было сбегать? Подумайте своей головой. Как так получилось? И вот Залужному зачем было послом в Лондон? Он что-то сильно хотел на Оксор посмотреть. Он и так мог. Немножко подумайте на эту тему. Ревность Зеленского страшная сила? Ну, давайте вот возьмем выше, буквально вот только что о чем мы говорили. Смотрите, три самых популярных человека, и двое из них не в Украине и не могут в Украину вернуться. Один слил служебных обязанностей, а второй, ну, как-то так раз за разом получается. Понимаете, да? Вот вам ответ. Странно просто, а к Ермаку не ревнует. Ну, он же менеджер-президент. Ну, так подождите, Арестович тоже был советником. А некоторые позволяют себе иметь собственное мнение и говорить в глаза. Многие же думают, что я заговорил оппозиционно, когда я вышел в отставку. Это неправда. То, что я говорил им в лицо, гораздо хуже того, чем я позволяю говорить по телевизору. И как меня очень долго терпели, не терпели, но в конце концов отказались. Поэтому, как бы, ну, это еще Стругацкие сформулировали. Умные не надобные, надобные верные. Проблема в том, что с них, когда с них начинают спрашивать, как с умных, а они явно не способны, не получается. Да. Ну, может быть, это ротация к лучшему. Посмотрим. Друзья, всем большое спасибо за то, что смотрите. Пожалуйста, давайте подведем итоги голосования. Кому больше нужны переговоры? 8% в глобальном югу, 8% в России, 14% в Западу и 71% людей, которые нас смотрят, считают, что в Украине. Ну, значит, переговором быть. А откуда такой вывод? Я просто знаю. Ну, могут, конечно, произойти современная война, очень такая штука специфическая. Черные лебеди могут летать справа налево, дятлы и драконы. Ну, вообще, все идет туда. Не просто идет, движут. Причем, это движут не просто американцы, китайцы. Сами россияне, сами мы. Пока туда, а там посмотрим. Да, друзья, я оставлял анонс нашей встречи с Алексеем Николаевичем в сообществе YouTube. Алексей Николаевич, буквально еще несколько минут в режиме БЛИЦ. Людям давайте ответим. такой прямой эфир. Очень интересно. Виталий, здравствуйте, Александр Алексей. Вопрос. Не кажется ли вам, что передоз лжи во спасение в итоге принес большой урон Украине? Больший урон Украине, нежели ракетные удары? Заранее спасибо за ответ. Чей лжи это спасение? Моей? В целом, передоз ложь во спасение. Тут не о вас конкретно, в принципе. Где, где, где ложь? Кто, кто? Я не лгут. Все основные претензии ко мне две-три недели я вам говорил. Я был участником Стамбульской группы, я знал, когда будет мирное соглашение, и до него было ровно две-три недели. Поэтому я говорил, как есть. Понятно, чтобы на встречу у нас было не просто договоренно, что когда Путин с Зеленским 9 апреля будет встречаться, была встреча назначена предварительно после Стамбула, будет прекращение огня. Я совершенно точно знал, что говорил. Никто же не знал тогда про Бучу и что все сорвется. Понимаете? Поэтому, хотя как сорвалось, до 17 мая еще шли переговоры, несмотря на Бучу. Поэтому я даже тогда не этот самый. Про Мариуполь, когда все кричали, что его надо спасти и его спасут обязательно, я вышел и сказал, что мы не можем освободить военным путем, потому что никто не брал на себя ответственность. Расскажите, где я врал. Нет, ну вы до себя примеряете, а здесь вопрос в целом, я так понял. В целом, я не знаю, я не организовал телемарафон и выступал там только один раз, если вы помните, потому что меня очень сильно попросили в тот конкретный день выступить. Поэтому один или два, там, когда конкретно Миша говорил подоляк, Леша, выступи, надо там побежать. Я не хотел. Я с трибуны офиса добровольно ушел в апреле, потому что я понял, что это уже не работает, нужно меня средство коммуникации. Никто меня там не ограничивал вопреки многим сказкам, я сам перестал на него выходить. А многие рвутся до сих пор, там пытаются выступать, позировать. Поэтому война современная, быстротекущая и гибкая. Я никогда не врал. Я преувеличивал, переакцентировал многие вещи для поднятия духа, но прямой лжи в стиле там вот это так, а я говорю вот это, так заведомо знает, что это не так. Я никогда не допускал. А те, кто врет, с вашей точки зрения, вот им не предъявляйте претензии. Я не вижу особого передоза лжи. Я вижу передоз бравурности, передоз чего? Передоз лихости намерений, типа кофе в Ялте на этом самом и так далее. Но так, чтобы врали. Вы знаете, мои два с половиной года большой политики, если даже считать пребывание на должности, а не потом, время после нее, показали мне следующее. Когда политики говорят, они в основном говорят правду, как ни страны. Это один из мифов, что они все время врут. Заявление первых лиц на 93-95% чистая правда. Вот они как говорят, так на самом деле есть. Поэтому я вам сильно советую относиться к ним с наибольшим вниманием. Они правду говорят вам, буквально. И когда вы думаете, что это неправда, вот это и играет с вами злую шутку. Это касается всех. Даже тех, как вообще Путин, который мастер лжи искажения, Путин чистую правду говорит. Вот как думает, как и есть. Всегда. За редким исключением. Зеленский чистую правду, западная. Все. Ну, он говорит, не будет Ялты. Это ровно так и надо читать, на самом деле. Ну, это не он, это она. И передоз лжи, передоз бравурного оптимизма до лжи, я бы не сказал, честно говоря. Понятно. Петр, Алексей, вы считаете происходящее в мире промысел Бога или попущение? Ну, он воспитывает нас, он педагог. Не хотите мытьем, будет катание. Все очень просто. Он дает нам, дает нам возможность полной ложкой похлебать последствия принятых нами решений. Дальше. Добрый день, Алексей. Скажите, за чьи счеты, на чьи деньги в будущем будет жить и восстанавливаться Украина и сколько потребуется времени? Ну, это не волнуйтесь. Этих денег в мире очень много, в мире вообще переизбыток денег, поэтому на восстановление дадут точно. Если вы не в курсе, очень многие западные фирмы начинают скупать на строительные, не только западные, на строительную отрасль в Украине. Ключевые производства по производству цемента, строительных материалов и так далее, потому что не понимают, что ожидается грандиозный строительный бум и заранее закладывают. Этих денег вам хватит, за это можно не волноваться, поддерживать будет очень долго, единственным серьезным препятствием может только коррупция выступить. Не будут давать воровать, но они уже сейчас против этого предпринимают определенные действия, например, создали европейское агентство, которое должно следить за тем, как расходуются европейские средства помощи. На войну не очень хотят давать, хотя будут давать, понятное дело, чтобы не проиграли, но на мирное восстановление здесь можно не волноваться, там будет избытка. Вопрос к Алексею, как к военному эксперту, насколько вероятен отход за Днепр в СУ в 25-26 годах? Ну, если мы будем дальше так продолжать действовать и не уберем фундаментальные ошибки, которые мы делаем и которые просаживают фронт. Помните, год назад я начал говорить, что он будет обсыпаться, все тогда говорили, что предатель негодяй, ну вот он обсыпается. Интересно стало, кто-то запомнил, памяти на год кому-то хватило, чтобы это увидеть. Что касается сейчас, если так дальше будет продолжаться, вполне можем посыпаться и вплоть до Днепра при некоторых условиях, например, российская мобилизация и там недостаток мобилизации и продолжение усугубления ошибок у нас. Не исключен такой сценарий, пока он очень маловероятен, но вполне может быть. Александр Алексей, добрый день. В контексте последних событий. Кто сбил дружественным огнем в кавычках Ил-76 над Белгородом? Были ли там наши пленные? Удалось ли родственникам забрать тела? Мой вопрос, таблетка для памяти. Заранее благодарю вас за честный ответ с уважением Светлана. Честно отвечаю, до сих пор не знаю, кто сбил и до сих пор не знаю, кто этот самый, кто, были ли наши пленные. Даже мои друзья, которые очень информированные люди, не отвечают просто на этот вопрос. Молчат, жимают зубы и молчат. Из этого молчания можно сделать определенные предположения, правильно? Ну и мы помолчим пока. Вопрос такой, какая национальная идея Украины? Что думает Арестович? Свобода, воля. Причем воля, надо понимать, воля в смысле силового движения характера, способность, и воля в смысле свобода. Вот сочетание. Смотрите, многие корят украинцев, вернее националистов, там крайне сторонников узкого проекта, что они за боевой, за слишком боевой узкий проект. Я тоже за боевой проект, только я за широкий проект, а не за узкий. Боевой не в смысле, что мы будем грозить всему миру, там и так далее, и так далее, а в смысле, что мы должны быть субъектны и действовать в своих интересах. Ну, в широком смысле, не сужая это до сказок, рассказанных землян Киопа в 1948 году. Понимаете, да? А, так сказать, отталкиваясь от реалий на земле. Но я тоже за хорошем смысле дерзкую Украину, сильную Украину, поэтому воля, воля как сила и воля как свобода это наше. Мы должны быть самой свободной страной мира, где люди имеют большее количество прав и свобод, чем где бы то ни было. Они реально защищены, начиная с собственности, заканчивая конституционными правами, да еще и расширяются. Постоянно. Вот такой еще вопрос. Здравствуйте, Алексей. В интервью Юрию Романенко в начале Курской операции вы сильно возбудились и начали нелицеприятно говорить о России и россиянах, тем самым подтверждая теорию Павла Щелина о мечте, о фиолетовом луче и украинской пропаганде горящего Кремля. Вопрос. Вы несете ненависть потому, что понимаете, что аудитория этого хочет или сами получаете от этого наслаждение? Если бы я делал то, что аудитория хочет, от меня бы не отписывались бы люди, раз, во-вторых, да, не падала бы популярность. Я за то, что я являюсь собой, плачу очень высокую цену, от которой иной бы другой медийный персонаж повесился бы давно уже, если бы да. Поэтому могу вам сказать следующее. Раз, во-вторых, я не к россиянам обратился, вы очень невнимательны. Так же невнимательны, как были украинцы, когда я сказал, что вы долбоебы, а я на яхте буду сидеть. Я обращался к конкретным ботам, которых перед этим оба раза процитировали ведущие, Юрий Романенко, один и тот же ведущий. Он мне цитату ботов, и я говорю, ребята, вот к вам персонально обращаюсь, там даже есть это в тексте. И то же самое, что я обращаюсь персонально к ботам российским, которые в этот момент писали, что Киев в ядерную труху, да, в Курскоблю зашли смертники. Никаким россиянам не надо обобщать. Зачем вы обобщаете? Вы так себя почувствовали? Это ваши проблемы, не мои. Я несу ответственность не за то, как вы меня поняли, а только за то, что я сказал. И внимательно пересмотрите обе передачи. Ко мне Юра цитирует ботов, и я конкретно оговариваю сейчас, я обращусь к этим людям, я специально говорю. Что думаете, я не понимаю этих последствий, или что? Прекрасно понимаю. А дальше, ну, как бы, если вам мозги заменяют телеграм-канал, и вы верите, что я ко всем россиянам обратился, или ко всем украинским избирателям, я уже с этим ничего не могу поделать. Все свои вставки, оговорки я вставил в свое высказывание. Так, ну, опять-таки, понимаете, Алексей Николаевич, я вот тоже, когда общаюсь с аудиторией, в прямом эфире особенно, я, есть боты, есть такие, ну, нарванные, которые, да, прям, действительно, а есть люди, которые, вот, вот, как пользователи, вот, поди пойми, белорусский флажок на аватарке, вместо имени, номер, но с абсолютным, как бы, уважением. Знанием геополитических. Знанием геополитических. с абсолютным, скажем так, нормальным, проникновенным участием в эфире, вот, он пишет вопрос, и я просто понимаю этих людей, которые прячутся от, ну, вот, интернет-публичности, там, закрывают аватарки и так далее. Вот такой вопрос. Саня, спроси, пожалуйста, Штаты дадут добро на удар вглубь России? Если да, то почему? Если нет, то почему? Дадут только на одном условии, если Россия нарушит, какие-то договоренности. Они, администрация Соединенных Штатов применяет двойной ультиматум. Они россиянам говорят, вы будете плохо себя вести, в Украине появится дальнобойное оружие, они его применят, вы будете хорошо себя вести, плохо вести, нам говорят, у вас не появится дальнобойное оружие. Заметьте, Ф-16 было абсолютно неопределенно, когда они у нас появятся. Помните? Все время отодвигали, до конца года, еще, еще не было никакой определенности. Когда появились? Когда россияне вторглись в Харьков, увеличили фронт. Им сразу показали, что будет. Поэтому, если они будут нарушать, тогда да. Но на самом деле, вот еще раз повторюсь, эта фраза опять не будет дорого стоить, но тем не менее, повторюсь, потому что правда важнее популярности. Так вот, правда заключается в том, что россияне обычно выполняют все договоренности, о которых договорились. администрация Путина. Буквально выполняет. За это, кстати, постоянно кроют их патриоты. Но они буквально выполняют. Поэтому, как бы, в этом-то и фишка. Когда не выполняют, это значит, что они посчитали, что мы или Запад не выполнили, или какие-то договоренности. Тоже бывает, для этого и существует коммуникация. Вопрос. Тезис Арестовича, если мы прекратим врать, то мы перестанем существовать. Этот еще тезис актуален? Ну, в очень большой степени. Смотрите, гипернарцистизм, он же непрерывно связан с враньем. Пусть это вранье не заведомое, может быть, в стиле «я знаю точно, что это неправда, но сообщаю», а просто чудовищное искажение реальной картины мира, которое всю дорогу является характерным. Оно неизбежно на травме войны и на исторических травмах. Но оно должно иметь какие-то свои пределы. А у нас часто без меры. Это все. Причем на всех уровнях. Сергей, почему Арестович не отстаивает УПЦ? Как это не отстаивало УПЦ? Я последовательно отстаивал УПЦ. И мою позицию вы знаете. Им надо дать реальную, государство должно их не репрессировать, а дать реальную независимость от Москвы, если уже речь идет о независимости Москвы. То есть, поддержать своим авторитетом и помочь. Вот и все. Но вместо этого избран путь его подавления, который, ну, как это, адресует нас к 17 веку. Там такими методами занимались. А с тех пор уже немножко свобода совести после 30-летней войны была открыта в мире 300 лет назад, 350. Поэтому это чудовищная вещь, которая нам аукается и аукнется еще больше. Если хотите независимость от РПЦ, надо не подавлять, а помогать обретать эту реальную независимость, на что существуют канонические и другие инструменты. Но вместо авторитета державы, который стал бы за РПЦ и реально им помог бы, напоминаю, РПЦ осудила, а веду кремилась и так далее, и так далее, ее решили подавлять. Ну что ж. Я в свое время предлагал, отдайте мне этот, когда был в офисе, отдайте этот вопрос мне, я его регулирую. Зря, что ли, я в институте Фоматистского учился, я немножко понимаю. Но не отдали. Но теперь пожинают. А моя позиция всегда последовательна была, все ее знают. И все эти, типа, а, Арестович отшатнулся и так далее. Ну это все. Владимир. Что только Арестович не делает в этих телеграм-каналах. Это да. Владимир, спросите, Саша, пожалуйста, какие предвыборные обещания выполнил Зеленский, какие нет. И что сделал Арестович для выполнения вот этих обещаний? Послушайте, друзья мои, вы когда мне предъявляете претензии, что я был во власти, помните, что я был на общественных началах без зарплаты, без полномочий и имел только совещательный голос. Благодаря этому совещательному голосу заложенного поставили главнокомандующих на секундочку. Благодаря этому совещательному голосу купили судно «Ноосфера», которое сделало с одной из шести стран, имеющих уникальное исследование в биологии Южных морей. И много других хороших вещей, часть про которых вы даже не знаете и никогда не узнаете. Но это только совещательно. У меня не было реальных полномочий. И уж тем более у меня не было полномочий указывать Зеленскому на то, какие обещания не выполнил, хотя я указывал и находясь в офисе, указывал. Посмотрите мои передачи с Фегиным в ноябре-декабре, например, 23-го. В январе все закончилось, вернее, 22-го. Я прямо критикую офис, будучи в офисе, потому что они меня не слышали по ключевым вопросам внутри. Приходилось бы заходить снаружи. Это действует на них. Они люди, очень сильно обращающие внимание на медийные составляющие. До сих пор я их критикую, все внимательно человек посмотрит, всегда по конкретным вещам, показывая, как можно было бы сделать и не только для страны, для них же было бы лучше. Потому что, иначе они не понимали тогда и плохо понимали. Сейчас, хотя кое-что движется. Вот скоро, возможно, произойдет крупное событие, которому я их давно толкал. Давно. Но если произойдет, вот вам, пожалуйста, оказывается, публичная критика так и играет свою роль. Когда произойдет, скажем, пока рано. Да, хорошо. Ну и давайте так, чтобы разрядить финальный такой вопрос. Алексей, вы белорус? Я русский, в смысле Руси-Украины. Но понятно, что у меня есть часть белорусской идентификации, часть русской идентификации, я человек русской культуры, но при этом я украинский офицер, украинский гражданин, у меня есть и украинская идентификация. Я вам скажу, что в современном мире человек должен иметь все виды самоидентификации касательно реальных сфер его жизни. Я когда-то писал, ты должен быть патриотом микрорайона, даже дома, потом что? району, потом города, потом области, потом региона страны, потом страны, потом Европы, если мы в Европе, потом там западного мира, если мы себя к нему вычисляем, потом славянского мира и так в целом земного шара. Вы всегда смотрите, я всегда смотрю с точки зрения, я увлекаюсь космосом, всегда смотрю с точки зрения обзорного эффекта. Раньше назывался Синдром. Знаете, что такое обзорный эффект? Он назывался Синдром, потому что думали, что он будет проходить, а он не прошел. Это все космонавты, которые побывали на орбиту, и у них такое ощущение единства человечества. Из космоса не видно границ, не видно наших смешных расприй, идиотских абсолютно войн, взаимного убийства, смешных взаимных претензий. Мы все выглядим одной голубой такой маленькой колыбелью, и они остро очень переживают чувство единства всего человечества. Маск пишет на платах, которые он засылает в космос, сделано людьми на Земле, не в Америке сделано. И у меня на самом деле эта позиция, эта самоидентификация, я себя человеком на Земле ощущаю, в первую очередь, а потом все уже эти самые, в том числе, конечно, и Белоруссии. Я провел в Белоруссии половину своего детства, я говорил по-белорусски когда-то очень хорошо, понятно, сейчас забыл уже, у меня отец белорус, и так далее, белорусский поляк, если хотите. Поэтому вы не волнуйтесь, у меня много, но если я та, которую я выбираю сознательно, это я сознательно идентифицирую со своим же историосовским проектом, который называется «Русь-Украина», о котором можно отдельно говорить. Поэтому, когда я говорю, что я русский, это не означает россиянин, это очень разные вещи, понимаете. Это русский в том смысле, в котором была древняя Русь, Святослав, Владимир Великий. Вот я туда, я реально ощущаю свои корни оттуда. Я помню себя пятилетним ребенком, который на 1500 лет Киева, с 7-летним, увидел однажды на Новый, только открылись золотые ворота, увидел мозаику князей, и я ощутил глубокое родство. Вот туда, если искать. А оттуда корни и белорусские, и российские, и украинские. Вот поэтому, вот я оттуда. Русский с одним, с одной из мягким знаков. Там, друзья, чтобы ощутить, как это, родство, самое время подписаться. Канал Алексея Арестовича, ссылка в описании, конечно же. Особенное чувство глубокого родства дает колокольчик. Да, колокольчик, это прям, это же колокол, это же магия, это же исцеление. По ком звонит этот колокол? Да, друзья, всем большое спасибо за то, что, ну, несмотря ни на что, вы посмотрели этот эфир. Ну и, конечно, Алексей Николаевич, благодарю вас за время и мысль. Спасибо большое за внимание. Берегите себя, тяжелый эскалационный период, нужно держаться друг к другу. Всем добра и святое.